Дамы и господа, сегодня в Одесском кризисном медиа-центре главный старшина ВМС Украины Мичман Павел Ручко и капитан первого ранга временно, исполняющий обязанности начальника управления личного состава командования ВМС ВС Украины Сергей Карпенко с темой контрактная служба в рядах военно-морских сил вооруженных сил Украины. Добрый день всем присутствующим. Я капитан первого ранга Карпенко, временно исполняющий обязанности начальника управления личного состава командования ВМС Украины. Хотел бы ответить на существующие у вас вопросы, что касается прохождения воинской службы за контрактом в военно-морских силах Украины. Расскажите, как я замечала контрактную службу. На сегодняшний день, будем говорить так, военно-морские силы Украины с 2012 года перешли полностью на комплектование военнослужащими военской службы за контрактом. Военнослужащие за контрактом проходят службу в военно-морских силах, как в береговых частях, на кораблях, в частях обеспечения, в авиационной бригаде. Спектр должностей, будем говорить, очень широкий, вплоть до корабельного состава, до танкистов, зенитчиков, связистов, разведчиков, спецназовцев. Довольно-таки много военнослужащих за контрактом пришли за последнее время. Это около 400 человек. Около 500 человек проходят документы в обработке, то есть командованием воинских частей даны соглашения на прием их на воинскую службу за контрактом. То есть идет у них процесс оформления. Какие у кого еще вопросы есть? Скажите, пожалуйста, вам что-либо известно о сегодняшнем происшествии на одном из блокпостов? Известно, но этот вопрос не мы и компетенции, и комментировать его не буду. Если, пожалуйста, начальник предслужбы ОМС Украины Олег Чебук, мы об этом и с вами будут желание поговорим после планированного планового брифика. Хорошо. Тогда вопрос по делу. Мы общались с контрактниками, которые у вас проходили обучение, и, скажу прямо, они жалуются на то, что их вынуждают заниматься в частности хозяйственными делами. То есть они за все время контрактной службы даже ни разу не выходили в море. Как вы можете это объяснить? То есть они как дешевые рабочие силы или для чего они? Вы поймите, ситуация в военно-морских силах на сегодняшний день складывается таким образом. После определенных событий, которые прошли в марте месяце, эти функции и обязанности от них никуда не денется, потому что быт военнослужащего все равно нужно обустраивать, потому что воинские части, личный состав прибыл на новое место дислокации. И хозяйственные работы, обустройство тех помещений, которые были переданы для военно-морских сил, для тех частей, для тех кораблей. Эту работу необходимо проводить, и кто, если не военнослужащий, сам для себя сделает, обустроит то место службы, то место отдыха, место приема пищи. Естественно, помогают волонтеры, помогают, выполняют работы подрядные организации, но от этого никуда не денешься. Я понимаю, но это как бы практикуется в любой армии, но не постоянно же они и те же люди, то есть должна быть какая-то разумная практика, то есть должны они проходить учения, не должна быть возможность выходить в море, потому что многие из них даже такого опыта не имеют. Проведена определенная работа, тот личный состав, который определился о своем желании принять участие в определенных мероприятиях, которые проводятся в стране, тот личный состав задействован на учение и занимается подготовкой, а тот личный состав, который, будем говорить, отказался от участия в этих мероприятиях, тот занимается этими работами. И это политика всех вооруженных сил Украины, отказники, которые отказываются от участия, те формируют рабочие команды, токелажные команды, ремонтные команды, занимаются этим делом. Скажите, пожалуйста, в этом году увеличилось количество людей, желающих пополнить ряды военно-морских сил вооруженных по сравнению с прошлым годом или предыдущими годами? Опять же, касаясь той ситуации в стране, которая существует, от формирования большого количества добровольческих батальонов, формирования подразделений национальной гвардии, в связи с этим количество личного состава, который хочет проходить воинскую службу за контрактом, уменьшилось. Но, я думаю, с прекращением боевых действий мы пополнимся тем личным составом, который сейчас задействован в этих подразделениях, которые я назвал, для прохождения службы у нас в военно-морских силах. Скажите, на сколько контракт заключается? Значит, на сегодняшний день контракт заключается, несколько видов контрактов. Обычный контракт для рядового состава на три года, для сержантско-торшинского состава раньше был до пяти лет, сейчас на сегодняшний день от трех до пяти. И есть понятие заключения кратковременного контракта до оглашения демобилизации. — Какие обычно условия по контракту? Ну, то есть, какие основные тезисы подписаны на договоры? Можно услышать? — Основные тезисы подписанного договора, ну, они, будем говорить, нечетко определены, как это, естественно, социальная защищенность со стороны Министерства обороны предоставляется военнослужащие за контрактом, условия прохождения службы, также возложены обязанности на самого военнослужащего за контрактом. Условия прохождения контракта лучше остановиться. Я вам скажу, что военнослужащий за контрактом получает денежное удовольствие в военно-морских силах в пределах от 3200 гривен до 5000 гривен, в зависимости от выслуги лета, в зависимости от должности классной квалификации. Также военнослужащий за контрактом имеет право, предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до 45 суток в зависимости от времени выслуги лет. Также военнослужащим за контрактом выплачиваются единоразовые выплаты ежегодно, это на оздоровительные для решения бытовых проблемных вопросов и материальная помощь, так называемая. И предоставляется возможность на оздоровление, выплачиваются деньги и возможность санитарно-курортного обеспечения на львотных основаниях. 25% для самого военнослужащего и 50% для членов его семьи. Также военнослужащий за контрактом имеет право пройти обучение после окончания второго контракта в высших военных учебных заведениях и бесплатно, будем говорить, заочно получить бакалавра, степень бакалавра. Также военнослужащие за контрактом могут проходить обучение по международным программам ИМЭД, это и изучение английского языка как в высших учебных заведениях, военных учебных заведениях Украины, так и за границей. И по этой же программе повышать свою квалификацию по специальности. Я, конечно, извиняюсь, это вопрос не моей компетенции, комментировать я его не буду. Вы можете подробнее рассказать о том, как проходит обучение, какие есть специальности, какие есть практические варианты? По специальностям я уже сказал, весь спектр которых в воинских учебных специальностях есть в вооруженных силах Украины, большинство, процентов на 80-85, эти специальности есть в военно-морских силах. От корабельного состава до танкистов, я уже говорил, и летного личного состава. Значит, при подписании контракта на воинскую службу за контрактом, военнослужащие проходят так называемую общую военную подготовку в учебных центрах или же при воинских частях. Продолжительность до трех месяцев, во время этого он изучает азы воинской службы, принимает воинскую присягу и определяется со своей дальнейшей специальностью. После этого он проходит так называемую фаховую подготовку уже за специальностью. Также в учебных центрах продолжительностью до трех месяцев, где, будем говорить, получает эту специальность, совершенствует свои знания и навыки в данном направлении. Для сержантско-старшинского состава, то есть военнослужащий за контрактом, который проявляет лидерские качества, пытается повысить свою квалификацию классную, командирами отбирается и направляется на следующие виды подготовки. Для сержантско-старшинского состава это подготовки базового, среднего и высшего уровня. Закончив подготовку базового уровня в учебных центрах, продолжительностью до трех месяцев, военнослужащий имеет право занимать должности от командира взвода до главного сержанта взвода. Средний уровень подготовки проходит в колледжах Вооруженных сил Украины. Срок обучения в колледжах для военнослужащих, которые не имеют высшего образования, составляет 2 года 8 месяцев, для военнослужащих, которые имеют высшее образование, составляет 6 месяцев. После этой подготовки военнослужащие имеют право занимать должности от главного старшины роты до главного старшины батальона. Высший уровень подготовки проводится также в колледжах сухопутных войск в срок обучения 3 месяца. После этого военнослужащие имеют право занимать должности от главного сержанта бригады до главного сержанта вида Вооруженных сил и главного сержанта Вооруженных сил Украины. Увеличилось ли число желающих поступить на контрактную службу? Я уже отвечал на этот вопрос. По сравнению с прошлым и позапрошлым годом это число, конечно, уменьшилось. Но в данный момент с каждым месяцем, с каждой неделей количество военнослужащих за контрактом увеличивается. И желающих в том числе увеличится. Незначительно, но процесс, тенденция к увеличению есть. А скажите, пока не проходит обучение, это как-то за свой счет или предусматривается какая-то... Нет, обучение не проходит за счет государства. Размещается в казармах на полном, будем говорить, обеспечении. Что касается питания, то есть все за счет государства обучения. А денежное удовольствие? Естественно, денежное удовольствие в соответствии с занимаемым должностным положением, должностной оплаты, они получают. С первого дня, да. А он потом увеличивается, когда они заканчивают? Когда они заканчивают, назначаются по прохождению службы. Уже зависит от выслуги лет, от занимаемой должности, от классной квалификации, от допуска к секретным документам. То есть надбавки разные существуют. Есть еще вопросы? А тогда мы пригласим главного старшинного МСВСУ. Все, спасибо. Мечман, Павел Ручко. Мечман, Павел Ручко. Всем доброго дня. Я главный старшина ВСВСУ Украины. Мечман Ручко Павел Анатольевич. Моя посада полегает в том, что я занимаюсь выключенными висковослужбовцами службы за контрактом. Это выбор кандидатов на контракт, безусловно работа с этими кандидатами, визначение их специальностей, просувание их по службе, заключение наступных контрактов, направление и выбор их на учения, как до учебных центров ВСВС, так и до учебных колледжей, та инших навчальных закладей, Збройных сил Украины. Готовы, ответственные на ваши вопросы? На все ответили. Можно тогда подробнее о вашей работе? Довольны ли люди контрактной службы? Какой-то такой лайф, потому что насколько все, ну, вы в Крыму служили, да? Так. Вот как отличаются сейчас условия в Одессе, в Крыму, если можно? Ну, скажу вам так, что военно-морские силы были змушены передослаковаться с тимчасово окупованою территорией Автономной Республики Крым и города Севастополя до нового места службы, это место Одесса. Конечно, никто не знал, что вернется так. Не были готовы военно-морские частины до передослакования такой количества военно-морских частей, такой количества особого склада. Но работа военно-морских силах тревает, открываются гуртожитки поліпшенного типу для военно-службовцев службы за контрактом. Отбор на контракт ничего не отличается от того выбора, который проводился в Крыму. Бажаю, что есть. Так, их не так много, но вы видите, какая у нас сейчас непроста ситуация в Украине. Потому что много военно-службовцев, много, так сказать, особого склада отмобилизованы. Багато людей пішли до добровольчих батальйонов. Тому за счет этого, конечно, количество желающих изменилась. Но, поверьте, они есть. Щодня до военно-морских частей, безпосередньо до командования военно-морских сил звертаются кандидаты. Работа тревает. Тому это военно-морские силы, которые способны на данном этапе выполнять поставленные на них завдания. Скажите, пожалуйста, какие условия у вас отбора? Допустим, возраст, какой должен быть у ребят, которые хотят пойти? На военно-службу за контрактом, по-перше, что нужно, это божание. Кандидату потребен был век кандидата від 18 до 40 роков. Тобто, это может быть как женщина, так и мужчина. Веком від 18 до 40 роков. Кандидат безпосередньо звертається або до військового комиссариату, або до військової частини. З ним проводится співбесіда, він проходить психологічне тестування, складає заліки з фізичної підготовки, що є немаловажним. Якщо військовослужбовець успішно складає іспити, ему надается письмова згода від військової частини, що військова частина розглянула кандидата, дає ему письмову згоду. Він з цією письмовою згодою звертається до військового комиссариата за місцем мешкання, пише там заяву, військовий комиссариат формує ему особову справу, він проходить медичну комісію. Якщо він відповідає за медичними показниками, придатний до військової служби за контрактом, військовий комісар після того, як складає особову справу, направляє його вже безпосередньо до військової частини, де з ним укладається контракт, відповідно до посади, яку буде займати військовослужбовець. Рядові до трьох років військовослужбовці сержантського Старшинського, від трьох до п'яти років. Скажіть також, будь ласка, є ли гарантія, що хлопці чи хлопці, які захотять по ці військовослужбовця, їх тут же не мобілізують? Ну, непосередньо. Тільки вони прийшли там через неделю, через дві. Є ли така зараніка? Ну, мобілізувати його вже не можуть, тому що він вже буде на статусі військовослужбовця. Тобто він вже не може бути мобілізований. Він може бути направлений як військовослужбовець, але, повірте, через два тижні, а поки військовослужбовець не прийме прицягу, поки військовослужбовець не прийде відповідне навчання. Тобто він не може направити військовослужбовця, який ще не тримав навіть зброї в руках. Тому, повірте, гарантії є, ніхто не буде направляти в зону АТО, тим паче, військовослужбовців, які не підготовлені. Є ще питання. Олег Леонтьович, можна ми вас попросимо наступити в ситуацію. О, ситуація, попросимо. Якщо можна, так. Дякую. Дякую. Я хочу представити Олег Леонтьович Чкук, пресс-секретарь командуючого ЛМС ВСУ. Радий вітати всіх в кризовому медіа-центрі. Я так розумію, що всіх цікавять питання щодо тієї події навколо поділі, яка сталася сьогодні на одному із блокпостів. В Одеській області. В ніч з 24 на 25 вересня на одному із блокпостів в районі Водеській області, де несуть службу військовослужбовців військово-морських сил України разом з представниками Міністерства внутрішніх справ, стався обстріл. Обстріл влучив захисні укріплення блокпосту. Постраждалих військовослужбовців в наслідок обстрілу немає техніка, бойова техніка блокпосту, строю. Враховуючи те, що обстріл здійснено з боку населеного пункту, і він був поодиноким, а також, саме враховуючи це, відповідь вогонь не відкривався. Оперативно було вжито комплекс протидиверсійних заходів на блокпосту. За сигналом тривога було зайнято округову оборону. В район блокпосту було направлено протидиверсій підрозділ із протидиверсійного резерву. Вже вночі на місце події прибули оперативні групи командання Військово-морських сил України, Південно-оригінального управління військовослужби правопорядку, а також правоохоронних структур. Бойовий дух, настрій військовослужбовців цього та іншого блокпосту, де несуть службу військовослужбовців Військово-морських сил України бойовий. Зараз там триває і буде на роботу. З надійного захисту жителів і гостей Одеської і Миколаївської областей. Я не сказав того, що триває перевірка, ведеться розслідування. Я вам сказав про те, що було здійснено обстріл поодинокий з боку населеного пункту. Постраждалих немає, бо вогонь відповідно відкривався. Постріл, звичайно, що зробили, ми не можемо говорити пострілу, звісно, не відомо. Як ми знаємо, подібна ситуація сталася, здається, на початку липня. Цього року в районі блокпостів ДНСУ Кашарів. Зараз я можу сказати, що стан здоров'я військовослужбовців постраждали в одній. Задовільний. Він вже знаходиться не в медичному закладі. Я думаю, що ми самі з вами усі можемо зробити висновки, чому подібне трапляється. І знаємо, в який час ми зараз живемо. Інша справа, що цей постріл здійснено за попередньою інформацією, яка є у пересентру командовання, із ручного протитанку гранатомету. От подібного ще не траплялося. І вибух, саме хвостова частина цього снаряду, вона виявлена в районі блокпосту, але вибуху не сталося. Техніка в строю, тому що цей снаряд потрапив саме у захисні споруди, захисні укріплення блокпосту. Дякую. Дякую.